В прямом эфире «Утро в Петербурге» Николай Растворцев, Мария Новикова-Ахонская. В вашей компании сегодня 14 декабря, какие-то две недели пролетят, и все, мы уверены, в каждом доме, в каждой квартире точно будут готовиться к празднику. Как правильно украсить свой новогодний стол, в чем заключаются тонкости гостевого этикета, в этих деликатных вопросах будем разбираться вместе с профессионалом, специалистом по этикету и эффективным коммуникациям Надежды Коломацкой. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Все мы понимаем, что сервировка должна быть особой, праздничной, но, тем не менее, что отличает праздничную сервировку от, предположим, просто будничной для романтического вечера? Конечно же, то, что вы располагаете на столе. Обратите внимание на текстильные салфетки. Их можно задекорировать либо кольцами специальными, либо использовать такой лайфхак, использовать маркеры для бокалов, на них надеть, чтобы гости, когда пришли, сняли маркер и надели на ножку бокала, и тем самым уже никто до конца вечера не перепутает свой с чужим бокалом. Следующий момент. Декор, может быть, елочки у вас представлен тоже, когда можно все, что есть под рукой новогоднее, веревка, бечевка, хвойные какие-то веточки, подстановочные тарелки. Они могут быть деревянные. Дерево вообще для Нового года, такой приятный материал, очень эффектный осмотр. Обязательно ли это элемент, подстановочная тарелка? Да, он всегда добавляет такой торжественности, всегда добавляет определенный настрой. Она же может быть такой, а может быть такой. И настроение тоже другое. Либо может быть салфетка, скатерть. Тоже важный элемент праздничного стола. Без скатерти, без столового белья стол становится пустым. На ваш взгляд, чего обычно не хватает на новогоднем столе? Вы наверняка ходите в гости к близким друзьям, может быть, к каким-то дальним родственникам, друзьям, и вы, как специалист, приходите, ну опять, ну опять не положили. Вот какие мы ошибки делаем? Ну, смотрите, как специалист по этикету, я никогда не замечаю чужие промахи. Но меня всегда радует, когда правильно засервирован куверт. Куверт – это полная сервировка на одну персону. На что здесь стоит обратить внимание? На же справа лезвие повернуты к тарелке. Вообще этикет – это про удобство. Почему так? Чтобы никто не поранился. Когда мы сервируем правильно по порядку блюд, у нас идут и соответствующие приборы. Это всегда приятно и радует. Сверху приборы для висерта располагаются. Ну и нож для масла тоже добавляет такой завершенности и лаконичности. Этикет позволяет, если… Пришли друзья, и вот видно, что человек как-то неуверенно смотрит на обилие столового серебра, который ты достал из сундука. Как-то аккуратно напомнить, какая вилка используется, когда нож для масла, а какой для стейка. Ладно, вилка, когда мы про стаканы и бокалы говорим, вот он, может быть, догадается, как раскрыть салфетку, но никогда не догадается, как правильно надеть на ножку то украшение, которое держало эту салфетку. Как корректно помочь человеку чувствовать себя комфортно и вот всей этой красотой пользоваться по назначению. Улыбнуться и своим примером продемонстрировать, как можно… Смотрите, какой интересный я нашла лайфхак. Можно взять на ножку бокалы, и мы с вами не перепутаем. А с вилками, тарелками, бокалами… Просто так смотришь на это? И все, и человек сразу… Ко мне приходите, я не буду делать замечания. Благодарю. Кстати, вот если мы себя в качестве гостя позиционируем, какие правила для того, кто приходит в дом? Ну, непременно с собой обязательно какое-то угощение. Это может быть либо десерты, либо фрукты, либо какие-то напитки. Здесь нужно смотреть на предпочтения хозяев. Если есть дети, то непременно какие-то знаки внимания для них. Это всегда приятно, получать какие-то сюрпризы. Важный момент, помимо того, что мы что-то с собой принесли, вовремя уйти, да? Прийти вовремя. Никогда не приходите раньше, даже на 5 минут. Это правда. Хозяйки, правда, последние 5 минут – самое важное приготовление. И уходите. Подача чая говорит о том, что у вас есть еще полчаса, чтобы завершить все беседы и поблагодарить хозяева за гостеприимство. Ну, а если ты пришел на чаек сразу, больше, чем на полчаса, не рассчитывай. Кстати, у немцев есть такое понятие – суперпунктуальность. Они как раз считают, что человек, который пришел за 5 минут до времени, это не просто пунктуальный, а суперпунктуальный. Но, возможно, это не коррелируется с нашими хозяйками. Как рассчитать количество подарков? Потому что сейчас Новый год, будут ходить. Мы, может быть, знаем, что у Маши трое, пятеро, семеро детей, но очень только по фотографиям мы знаем это. И вроде как бы всем детям нужно по подарку. Или можно, например, одним тортиком, пирожком или чем-то общим, скажем так, отыграться. И сказать, ну, вот это вам всем, вы там сами поделите. Ну, вообще, хорошим тоном будет считаться, если вы заранее спросите, а кто предполагается на мероприятии? Сколько будет деток, кто будет из гостей? Это всегда будет приятно для вас, как проявление заботы, такого внимания, а для вас как хороший тон. Если мы идем на новогоднюю ночь, кому-то приглашены, и знаем, что там будут, ну, предположим, не только родители с детьми, но какие-то незнакомые нам люди, друзья наших друзей, которые мы приглашены, должны ли мы для них что-то символическое вот в честь праздника принести? Или мы будем просто такие странные Дед Морозы, которые для всех принесли, а всем будет неловко, что они как-то не догадались. Вот как нивелировать такие ситуации? Ну, ваш коллега совершенно верно сказал, какие-то необременительные, неотягощающие знаки внимания, потому что подарок как очень дешевый, так и очень дорогой может ввести в некое дискомфортное состояние людей. Поэтому просто знаки внимания, я подготовила такие маленькие есть подарочки. Когда к вам пришли гости, когда вы их хотите проводить, вы можете вручить небольшой знак внимания, какие-то вкусняшечки. Здесь я положила метафорическую карту, можно предсказание на следующий год и сказать, что как здорово вам будет с утра вспомнить о нашем вечере. И точно так же вы гостям не стоит совершенно ничего, но всегда приятно самое сердечко. И надпись «До встречи в следующем году, дорогой гость». Как грамотно из конфуза выходить, если вдруг сделал замечание или понял, что что-то сделал не так сам за столом? Что вы советуете? Это юмор? Это, не знаю, может быть, просто сделать вид, что этого не было? Юмор, самая ирония. Когда мы смеемся сами над собой, это самый комфортный способ выхода из любой ситуации. Ну вот, например, есть столовые приборы, которые персональные, а есть сервировочные приборы, они чуть больше, и, ну, бывают абсолютно разного вида, и такие даже есть, эти кварные, они предполагают использование, накладывать из общей тарелки в свою тарелку. Но бывает так, что оказалось у себя в тарелке сервировочной... С этой тарелкой ты не готов расстаться. Да. Да, то такой некий конфуз. Вам никто не сделает замечание, потому что помню, что главное правило этикета мы не делаем замечания. Вы поняли, что оплошность. Вы улыбнитесь, посмейтесь над собой, что, ну вот, снова я нарушаю, нарушившись этих правил. Да, и это вилочка из этого салатника. Вы начинаете кушать. Новый год, можно все. Надежда, спасибо вам большое за эти ценные и интересные советы. Будем пытаться их воплотить в жизни. Не обещаем, что все получатся, но будем стараться. Ну, постараемся. Будем стараться. В 2024-м, обещаю. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.